добрый день дорогие зрители мы все знаем такую пословицу что мы то что мы едим и по поводу яиц давно уже ведутся многочисленные дискуссии относительно того вредны ли они для нашего здоровья из-за потенциально высокого уровня холестерина при регулярном употреблении или исследование доказывает то что больше положительных чем отрицательных свойств этих продуктов я в начале видео обращаю внимание на перепелиные яйца которые являются незаменимыми источниками макро микроэлементов и это действительно польза для детей прежде всего и конечно же для тяжело больных больных людей людей возраста плюс и в общем-то спортсмены любят кушать перепелиные яйца и обычные люди тоже находят в этом удовольствие но вот ученый утверждает что яичные завтраки приносят больше пользы чем вреда дополнение ежедневного рациона яйцами способствует похудению потому что они забилуют белками которые хорошо насыщают и человек меньше склонен к перееданию в течение дня если он позавтракал яйцами кроме того яйца это отличный источник витаминов группы b витамина d лютеина который способен предотвратить дегенерацию желтого пятна при развитии заболевания сетчатки глаза в нем находится холин который обеспечивает нормальное функционирование всех клеток головного мозга а также аминокислоты которые сами по себе являются также белками и строительным материалом для наших клеток позавтракать можно не только более привычным омлетом но и массой другие вкусных и полезных блюд но все-таки предпочтительнее такие способы приготовления что обеспечивает максимальное усвоение организмом всех содержащихся в продуктах витаминов и минералов и ученые исследовали этот вопрос и яйца лучше всего сохраняет свою питательную ценность если их употребляет в вареном виде такое приготовление сводит к нулю прежде всего риск заболевания сальмонеллозом и повышает усвояемость белка на 40 процентов если яйца готовятся в виде омлетов или яичниц глазуни это происходит при очень высоких температурах с применением большого количества масла или жира и в таком случае количество попадающих в организм витаминов и антиоксидантов резко снижается а вот показатели холестерина наоборот увеличивается и в дальнейшем это может повлиять на повышение риска возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний чтобы яйцо на завтрак приносило пользу лучше соблюдать чувство меры применять щадящие режимы приготовления и конечно же не объедаться но самый важный совет это то что яйца перед употреблением обязательно надо мыть это будет очень важно и ответственно если вы готовите для своей семьи обратите внимание что яйца надо кушать только утром почему потому что здесь есть определенная причина калорий в них немного 60 80 только килокалорий в зависимости от размера но яиц есть способность провоцировать рефлюкс рефлюкс это когда состояние такое когда кислая содержимое желудка поднимается в пищевод вызывая и жогу и горечь во рту поэтому яйца вечером нежелательно кушать вероятность рефлюкса многократно повышается если вы в ближайшее время после еды занимаете горизонтальное положение поэтому яйца на ужин незадолго до сна это плохая идея долгое время считалось что яйца не очень хорошо влияет на наше здоровье из-за высокого холестерина но в яйце содержится 150 200 миллиграмм холестерина а это суточная норма человека исследование уже шведских ученых доказали то что даже 6 яиц в неделю и влияет на сердечно-сосудистые заболевания полезнее яйца жарить на подсолнечном масле на растительном а не на сливочном и яйца это скорее сбалансированное питание с высоким содержанием белка довольно низкокалорийное блюдо и удаляющий голод поэтому яйцо компонент многих современных диет для снижения веса ведь люди набирают вес от большого количества съеденных калорий и малоподвижного образа жизни хочу обратить внимание какие яйца лучше выбирать яйца с темной скорлупой более полезны или с белой цвет скорлупы связан с породой курицы несушки белые курицы несут белые яйца а пестрые курицы коричневые пищевая ценность их одинаково а в свою очередь цвет желтка зависит от типа питания кур именно яркие оранжевые желтки деревенских сортов курей это следствие большого содержания пигментов каротиноидов в питании кор сами каротиноиды в организме человека превращается витамин а сырые яйца это источник сальмонеллеза опасной кишечной инфекции и уже за границей дорогие друзья можно купить пастеризованные яйца где вероятность сохранения сальмонеллы минимальная а у нас с вами выход только один это термическая обработка яиц тем более сваренном виде белок усваивается лучше а разрушение витаминов при варке яйц совсем незначительное значительным желчегонным действием обладает сырые яйца что может быть провокационным фактором при желчекаменной болезни а вареное яйцо неплохо переваривается не создает дополнительные нагрузки на желчные пути и поджелудочную железу нагрузка на пищеварительную систему возрастает если пищу содержащую жиры в том числе яйца запивать холодными напитками в этих условиях ферменты инактивируется и оптимальная температура их работы это 37 38 градусов и пищеварительная система испытывает перегрузки что же касается собственно печени она боится алкоголя и лекарств а прием в пищу яиц на нее абсолютно не влияет исследование продолжаются и такой важный вопрос сколько же яиц можно кушать в неделю испытываемые добровольно проводят в общем-то эксперименты на себе и вот кардиологи научные работники изучили этот вопрос сравнили испытуемых тех кто употреблял до 14 яиц в неделю и столько же людей сколько ели яйца до двух всего лишь в неделю то результаты нарушения работы сердечно-сосудистой системы никак не изменились поэтому рекомендуют 6-7 яиц в неделю кушать спокойно и свободно поэтому холестерин который содержится в яйцах не опасен для здорового взрослого человека а вот уже жир может нанести серьезный урон и здоровью и фигуре потому что именно желток содержит жиры 7 грамм жира это достаточно много омлет из трех яиц это 21 грамм жира а суточная норма липидов колеблется от 18 до 25 грамм поэтому конечно же после такого завтрака надо ограничить себя потребление жиров уже в течение дня а питание должно быть сбалансировано поэтому не увлекайтесь только завтраком из яичницы у вас есть еще и другие блюда конечно не добавляйте бекон не добавляйте хлеб с маслом это все еще больше будет отягощать ваш желудок но я особое внимание хотела бы обратить и рекомендовать заменить куриные яйца на перепелины желтки меньше жира а содержание микро и макроэлементов почти такое же одно куриное яйцо соответствует трем перепелиным поэтому делайте выбор правильно будьте здоровы кушать и с удовольствием с аппетитом и запомните такие слова что мы то что мы едим а самое главное девиз моего канала это то что если у вас болит что-то сегодня подумайте о том что вы сделали или что вы съели вчера чтобы не болеть сегодня подписывайтесь на мой канал мои видео для вас значок колокольчик оповещения новых видео дорогие друзья и просматривайте видео о здоровье пользе вреде продуктов видео о травах еще очень очень много советов на моем канале для вас и для вашей семьи если видео было интересно конечно же поставьте лайк и поделитесь с друзьями в соц сетях а а а а а а а а и а а